В Якутске произошел пожар. Горел деревянный дом 70-х годов постройки. Прибывшие огнеборцы смогли локализовать огонь и спасти один из подъездов дома. Но, к сожалению, без жертв не обошлось. Виталий Абрамов продолжит. Со слов очевидцев, огонь начал распространяться со второго этажа. Старое, 70-х годов здание, вспыхнуло как спичка. Но прибывшие вовремя пожарные успели локализовать огонь и не дали перекинуться на второй подъезд дома. Но, к сожалению, после ликвидации огня в одной из квартир было обнаружено тело женщины. В настоящее время следователи Следственного комитета России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Общая площадь пожара составила полторы сотни квадратных метров. На тушение привлекалось 10 автосистерн и 54 человек личного состава МЧС. Дознаватели пока отрабатывают все версии произошедшего. Не исключенный поджог. Отрабатывается три причины. Короткое замыкание электропроводки, поджог и неосторожное обращение с огнем. С места пожара изъяты фрагменты электропроводки, древесины. И назначено пожарно-техническое исследование и электротехническое исследование. Но пострадавшие винят во всем электрощиток. Всех слов он уже не раз загорался. Хорошо, у кого там пробки автоматические, пробки всякие бывают. Я, например, склонна, что это не поджог. Кому надо поджигать? И пожар начался со второго этажа и именно с коридора. Жильцы первого подъезда временно расстелились по родственникам и знакомым. А жильцы второго вернулись в свои квартиры. Но дом остается без коммуникаций. Жители надеются, что отопление сегодня дадут. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НБК Саха, Якутск.